Пожарные 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 Спасали лес на Алтае. Говорят, у нас условия куда суровее. Мха слишком много, да и хвойный лес вообще тушить сложно. Из-за сухой погоды и сильного ветра пожар быстро набирает скорость и поглощает деревья. Чтобы не пустить его дальше, работают десантники по кромке пожара. Потом мы окарауливаем этот пожар. То есть мы также по кромке все рассосредотачиваемся. Там по два, по три человека. Обязательно пара. Не одним. Обязательно пара. И два-три дня мы его окарауливаем. Это ликвидация. Потом уже после окарауливаем, когда пожар полностью локализован. Сейчас в Багучанском районе четыре действующих пожара. Это новые очаги, которые вспыхнули из-за сухих гроз. До трех из них добраться можно только авиацией. Количество вылетов на тушение определяют индивидуально. Многое зависит от удаленности пожара. То есть чем ближе пожар, тем больше на него вылетов. Ну и соответственно, нужны ли вообще вылеты. То есть вертолет может отработать на пожаре и за три вылета сделать всю работу полностью, скоординировать. И другие вылеты уже не понадобятся в этот день. Предсказать, когда тайга перестанет гореть невозможно. Слишком многое зависит от погоды. Но мониторинг территории с воздуха спасатели не прекращают ни на минуты, чтобы срочно высадить очередной пожарный десант в самую гущу горящего леса. Анастасия Тиль и Александр Ермошенко. Енисей новости.